Добрый час, я с вами Маргарита в привычном формате, в привычном вам формате вид сверху. Значит, за последние два дня я отсняла, это не то, что новое, но это хорошо забытое старое, то, что у меня в копилке находилось, и я перефотографировала все и заново это все выставила. Поскольку это уже все выставлено, и коробочка стоит на столе, я решила вам быстренько сделать видео и показать, что же у меня в этой коробочке волшебное есть. Коробочка тяжелая, посмотрим по времени, сколько у нас будет идти. Я постараюсь сделать небольшое видео, хотя кто знает, все зависит от настроения. Итак, поехали. Значит, первое у нас украшение, это вот такое, посмотрите, я его сейчас выставила, как, ну, не знаю, ардека, не ардека, это по качеству металла он получается как бы и не золото, и не серебро. Либо это было золото, и оно потускнело, либо это серебро, и оно потемнело. Чистить, не знаю, не хочется, но мне вот такой вот мотив интересен, да. То есть вот это, что мне напомнило, ардека, цепочка, которая, она называется либо омега, либо снэйк. Такой вот колор, и очень интересная застежечка. Смотрите, какая вкусненькая застежечка. Вот такая, она, естественно, короткая, 15-инча, то есть это прям в наше яблочко, да, и направляются вот такие вот кисти. Достаточно-таки довольно-таки тяжелое украшение для своего как бы размера. Так, проверяю, все нормально, здесь видно. Поехали дальше. Давайте вам сразу красивое покажу. Оно не маркированное, но это, если знакомысь, серло селини стайл. У меня есть однозначно серло селини, по-моему, даже я вам не показывала, но в каких-нибудь следующих видео покажу. А вот это не подписанное, но посмотрите, какая прелесть. Это прям викториан стайл, ренессанс. Вот она, такая красота. И как всегда я вам говорю, я обращаю внимание на что? Я обращаю всегда на структуру. Посмотрите, какая тут структура идет, да. Соединено все, все звенья линки. Камушки, нет, не скажу, что они в пронгах стоят. Может быть, да, нет, они вклеены, может быть, и даже, вот видите, тут в пронгах. Все на своих местах, все маленькие жемчужинки. И такая вот интересная цепочка. И одна короче, другая чуть-чуть подлиннее. Поэтому на шейке, когда они будут лежать, вот такой вот момент будет, да. То есть немножечко будет спадать. И замочек тоже. Посмотрите, какой детальный, красивый. Вот такой вот элемент. Вот оно такое. Вот оно тоже будет прям вот под шейку. Так, мы это называем Сирлоси Лини Стайл. Едем дальше, следующее. Следующее давно тоже у меня украшение лежит. Сейчас я его вытащу. Погремлю тут немножечко. Ну, функи. Боха Стайл. Боха Стайл. То есть это вот такие вот. Здесь сейчас будут только украшения некласса. Вот такого вот плана. Посмотрите, большие, крупные металлические бусины. Здесь, ну, что-то вроде коин, да, монетки. Но они такие, я бы сказала, пластика, не пластика. Покрашенные деревянные бусины в бирюзу. Ну, естественно, вековая, вековой покрас уже съедается. Ну, вот такое вот. Трайбл, не знаю, можно сказать. И разного плана вот эти вот бусины металлические. Смотрите, какой интересный замочек. Вот такой вот. Вот такой вот интересный замочек, необычный. Не подписано украшение. Ну, вот такое вот крупное. Я, по-моему, на эфире была тут. В своей группе я была на эфире. А, на последнем эфире вы меня увидели в нем. Почему? Потому что я выставляла его. И оно было близко, поэтому я решила нарядить себя, чтобы вам было видно, что я, в принципе, тоже иногда тоже одеваюсь. Следующее такое украшение тоже мне очень нравится. Посмотрите, необычное, необычное украшение с golden choker necklace. Вот такие, посмотрите, какая прелесть. Это, опять-таки, мне всегда нравится, когда вот много всего интересного просто происходит. То есть, вот такого плана. И есть еще к ним сережки. Но сережки у меня сейчас в другом месте лежат. Вот такое вот украшение. Просто сказочное. А, где-то, наверное, half inch. А в ширину и, по-моему, 16-17 inch и в длину. На обратной стороне. Видите, как все идет. То есть, представляете, это из треугольничков. Link треугольнички собираются. Треугольнички. Они так вот переливаются. Ну, просто замечательные. Замечательно. И, к сожалению, я пока точно такого же не нашла. Но мы знаем, да? Вы из моей теории знаете. Если мы не нашли точно такого же, то мы хозяева балла и можем назвать свою цену. Следующее украшение. Давайте я вам покажу. Замечательно идем. Быстренько идем. Следующее украшение вот такое вот. Смотрите. Это у нас что? Это у нас керамика. Китай прописано здесь. Япония. Japan. Китай. Sorry. Япония. Japan. I'm so sorry. Да, и бусины как и керамические, так и пластика. Знаете, есть много более... Не много, а достаточно таких подобных украшений. Но вот посмотрите. Тоже ее можно назвать Ardeco. Да, вот такие прямые линии. Такой вот такой вот Ardeco. Ardeco Lady. Вот такое вот украшение. Крупный кулон. А в магазине все фотографии на манекене я сделала в этот раз. Чтобы было видно, как это все выглядит. Ну, вот такое вот качество. Это значит... Я так думаю, что это даже hand-painted. Ручная роспись на керамике. И посмотрите, какое интересное крепление здесь. Вот такая вот красота. Дальше поехали. Как-нибудь так вот. Надо же положить, чтобы красиво было. Ну, чтобы не отвлекало. Давайте сюда ее положим. Так вот. Чтобы и в рамке было, но не отвлекало от основного изделия. Так, дальше поехали. Это у нас что? И это у нас Iconic. То есть это стандартное украшение. Стандартный стиль кого? Вот посмотрите, матового цвета. Их еще называют, знаете, сатин. Сатин. Опять-таки линки. Как вы уже обратили внимание, я очень люблю, чтобы украшения были с линками. И это кто у нас? Это у нас Aki. Anaclain. Тоже хорошо продаваемый бренд. Винтажный. Вот такое замечательное украшение. Видите, как все подвижно такое. Вот не просто кому-нибудь, а вот оно будет прям играть. Вы двигаетесь, и вместе с вашим движением на вашей шейке двигаются вот эти вот такие вот упси-дупси элементы. Ну, естественно, что у нас с вами? У нас с вами тут замочек Toggle, который варьируется небольшая. Как бы чуть побольше, чуть поменьше. Ну, и маркировочка Anaclain. Дальше поехали. Дальше поехали. Какое посмотрим? Ну, наверное, бирюзу я вам оставлю подписанную на финал. Следующее украшение вот такое вот. Видите? Это прям маргаритин стиль, да? Точнее, не мой личный стиль, а стиль для моих покупателей в моем магазине. Это, значит, вот такой вот двух double strand. Две ниточки, бусины, металлические бусинки. И они что у нас? Они у нас текстурные. И, опять-таки, по-моему, они у нас на тросике. Сейчас я посмотрю. Очень плотно сделаны и не видно. Но они не на леске, а они на тросике. И это, опять-таки, говорит о чем? О качестве. Что это у нас у меня тут есть? Почистить, не почистить? Вот такое вот оно. Играющиеся, переливающиеся. Прямо под горлышко. Такое вот замечательное украшение. Под горлом. Замочек, посмотрите, здесь под камушки идут, под бусинки. И обратная сторона, естественно, уже немножечко говорит, ой, у меня истории есть, да? Тут замочек открывается, закрывается. Вот, смотрите, такой вот момент. Еще раз напоминаю, это не один лот, который я привыкла, а это, которые у меня давно приходили ко мне, которые я лично выбирала. И теперь я их просто перефотографировала. И прежде чем я их уберу, я вам решила показать. Все оптом. Так, дальше смотрим. Бусики, скажем таки, из бусин золотого металла. Следующее, да, Напьер. У нас с вами был Напьер. Это мы посмотрели, и видео прервалось на Напьере. Ну, ничего страшного, да? Напьер легко узнаваемый. И я вам стала говорить, почему все-таки хорошо, почему люди интересуются винтажными украшениями. Потому что все новые украшения, которые сейчас мы с вами видим, и которые продаются на Алиэкспрессе, и так далее, и так далее, и тому подобное, через год они потеряют, если даже не раньше, они потеряют и цвет, и качество, и все-все-все остальное. Если взять и учесть, что это украшение, скорее всего, 80-е-90-е годы, посмотрите, 20 лет украшению, и ему абсолютно ничего не стало, не сделалось и так далее, да? Попробуйте сохранить то, что вы сейчас покупаете, даже подешевле, за 10-12 долларов, да? Если говорим о костюмных украшениях, не настоящее золото, то все будет уже через пару ношений какое-то не такое. А поэтому, скорее всего, мне так кажется, да? Хочу в это верить, потому что винтажные, поэтому винтажные украшения продавались, продаются и будут продаваться, да? Вот такой вот момент. Потому что, несмотря ни на что, несмотря на количество aged, да, они остаются в хорошем состоянии. Почему? Потому что раньше знали, как делать надолго, да? Почему костюмные украшения любят? Потому что в то время, когда их делали, американцы, да, они что, не американцы и не только американцы, они думали, как бы сделать так, чтобы сохранилось подольше, а не так, как бы быстро продать и потом whatever. Дальше смотрим. Следующее украшение вот такое вот у нас. Немножечко такой подешевле, я бы сказала, металл, потому что по звуку даже иногда можно определить качество металла. Но все равно оно ничем не уступает другим подписанным маркированным украшениям. Данное украшение не маркировано. И сегодня, когда я его вставляла, я не знаю, не помню, выставила я его или не выставила с ключевым тегом, как love knot. Он, в принципе, как и ex, как и крестик, и как и love knot, как угодно, так и называйте его. Ну, вот такое вот украшение тоже, скорее всего, 80-е годы, 80-е и 90-е годы. Замочек вот у нас такой вот. Вот так вот оно идет. Сюда прям наверх положим. Пусть у нас тут красота будет. Так, следующее украшение. У нас с вами 2-3 украшения осталось. Давайте серебряное возьму. Под серебро. Чокер тоже очень модный сейчас. То есть для определенной группы людей, да, которые любят. А когда стала выставлять, я потом так, а может, она готическая. Что-то такое на Хэллоуин, да, черный такой костюм. И вот прям вот чокером на шейку такую вот штучку повесить. С крупными линками. Silver plated. Plated, конечно, посеребренные, без маркировки. И мне кажется, что крючочек все-таки был изменен, да, то есть он не оригинальный. Потому что, ну, как-то он не вписывается. Как-то он, вот знаете, прям вот чувствую, что не отсюда. Вот тут такой вот кулончик, adjustable necklace и вот такой вот чокер. Опять-таки, люблю линки, люблю линки. А это еще открытые линки, openwork, wavy и так далее. Зигзаги и так далее. Так, следующее будет простенькое украшение. А потом уже будет хорошее, напоследок. Итак, следующее украшение. Это вот такая вот цепочка с... Да и с искусственным жемчугом. Но посмотрите, какие интересные линки. Сейчас, давайте я попробую сюда нажать. Сфокусируется она или нет? Не фокусируется, а это с... Потому что наверняка на заднем плане много всего. И камера не знает, кого схватить. Замочек тоже, смотрите, какой интересный. Так вот он нажимается и сюда. А когда обратно надевается, не фокусируется. Вот такой вот замочек. Я у монеты видела такой монет, но на данный момент не уверена, что это они. Вот такой вот. Тоже, наверное, чокером будет. Мне вот эти вот линки понравились, необычные. Я всегда постараюсь брать то, что необычное. Где-то у меня прям туда уходит, да? У меня вот туда объективчик уходит. Я никак не могу его поменять. О, поймали. То есть, вот смотрите, какая штучка. Вот такие вот необычные линки. И вперед. Итак, и теперь мы приступаем к самому последнему. Вот интересно, кто-то из вас узнает. Я вам покажу по частям. Это у меня набор. Это вот такие вот одни сережки. И вторые сережки. Это не оригинальная, не настоящая бирюза. Но, но, но. Иногда и не настоящая бирюза очень ценится. Вот это такой вот. Это сережки. Сережки не подписаны. Но ничего страшного, потому что они подходят к комплекту. Как вам в последнем видео говорилось, здесь у нас что стоит? Под пендинг. То есть, это вот, напоминаю, это не сережки под пендинг, а это вот этот вот замочек, да, который у нас клипон. И что он еще делается? И он еще подкручивается, да. То есть, можно сделать adjustment. Вот такого вот плана. То есть, это под пендинг для таких сережек. Ну, и так, не буду вас томить. Это галдетта. И вот этот стиль, который я вам покажу, многие делали в этом стиле, наверное, они наваха, да, наваха. И украшение само вообще духозахватывающее. Смотрите. Кто знаком с этой серией украшений, кто их видел, если оно в настоящем серебре сделано, если вы его встретите, и кто-то выставлять его будет, не зная, что это настоящее серебро, это не настоящее, у меня не настоящее серебро. Оно может стоить и тысячу долларов, и больше. То есть, это, посмотрите, это squash blossom. Она так и называется, squash blossom. Вот такого плана украшения. И на эти можете посмотреть. И если вы видите, вот оно такое длинное, southwestern, ну, возможно, да. Ну, вот стандартное имя у такого стиля это squash blossom. Вот такого вот плана. Я тоже, в моей коллекции было, по-моему, art. ART тоже делала squash blossom. И что у нас? И вот галдетта тоже сделала squash blossom. Несколько разных вариантов у них есть. Но вот ко мне попало вот такое вот украшение. Да, и matching earrings. Сейчас мы план сюда его положим. И вот такой вот плана сережечки. Так, это у нас squash blossom. Такие бусинки. И, естественно, здесь тоже подходят. И самый замечательный момент, это вот у нас подписано. Галдетты. Еще разочек, смотрите на него. Так вот сблизи рассматривайте. Да, в серебре украшения в этом стиле продаются очень дорого. Даже когда я в антикварных магазинах смотрю, погнулась, не погнулась, не буду ничего делать. Оно, они там от 800 и поехали. Кто выше? Вот именно squash blossom. Вот такая вот красота. Вот это, что у меня приготовили для вас сегодня вот в этом видео. возвращаемся к старому привычному формату. Успела записать, пока ребенок спит. Вот такое вот украшение. Опять-таки, они у меня лежали давно наверху, и я их перефотографировала и дала им новую жизнь с новыми тайтлами, тегами и так далее. Как всегда я говорю, все украшения, которые вы видите, они продаются, и они выставлены у меня на сайте. Линк на сайт будет под видео. Опять-таки. Но в последнее время я, знаете, что заметила? Я заметила, что когда я отправляю в Россию, российские посылки идут до определенного места. То есть, они выбывают из США. И дальше они иногда даже показывают, что прибыла в Россию, и все. После того, как прибыла в Россию, Россия не трекает посылки. И это даже не важно, если я отправила какой почтой про юрити, когда я отправляла маме посылку про юрити, либо первым классом не трекают. Но последние, по-моему, 3-4 заказа все доставлены были, естественно, со временем. Так что, если вы находитесь в стране, которая разговаривает на русском языке. Итак, в третий раз у нас с вами эфир прервался. Я говорила о том, что если вы заказали украшение, и оно слишком медленно идет, я всегда нахожусь на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии напишите мне письмо, и мы решим, что с этим делать. Да, всякие случаи бывают, никто не застрахован от того, что может потеряться, может нет. Мы, как я, так и вы, мы идем с вами на что? На определенные риски, когда покупаем наши товары, наши хотелки, осуществляем наши желания через интернет. Но все мы люди, и все мы можем пройти в друг другу положение и какой-то вариант придумать. Итак, с вами, как всегда, была Маргарита и ее винтажные украшения. Оставайтесь со мной и смотрите следующие выпуски. Мы бы завернулись к нашему с вами привычному эфиру. Я что-то попробовала нового, вам не понравилось. Благодарю за ваши комментарии. И вперед! Всего доброго и до следующей распаковочки! Субтитры сделал DimaTorzok